За последнюю неделю в Кировско-Апатийском районе отмечен резкий рост количества пожаров. С чем связано обострение ситуации, что уничтожил огонь до прибытия пожарных расчетов, но главное, какой сегодня есть способ предотвратить трагедию. Например, потушить пламя на той стадии, пока оно еще не охватило всю квартиру или как минимум вовремя эвакуироваться. На эти вопросы корреспонденту Народного Марии Савохиной ответил Павел Пяткин, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Апатиты и Кировск Главного управления МЧС России по Мурманской области. Всего за 7 дней в Кировско-Апатитском районе произошло уже 10 пожаров. Горели гаражи, квартиры и даже административные здания. И сегодня рядом со мной старший дознаватель отдела надзорной деятельности по городам Апатиты и Кировск Павел Пяткин. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Мария. Скажите, пожалуйста, какие же пожары произошли за прошедшую неделю? Действительно, всего за 7 дней у нас в городах произошло 10 пожаров, 4 из которых произошли в квартирах многоквартирных жилых домов. К сожалению, есть один пострадавший. Два пожара были в гаражах, один в административном здании, ну и на других объектах. Какая же основная причина возгораний? Основная причина пожаров – это короткое замыкание электропроводки. Что же касается квартир, то два пожара из четырех произошли в результате неосторожного обращения с огнем при курении. По ряду пожаров причина устанавливается, проводится проверка. Вы пришли к нам не с пустыми руками. Вот покажите, пожалуйста, нашим зрителям, что это такое? Действительно, пришел не с пустыми руками. Хотелось предупредить граждан и рассказать им о том, что большинство травм и гибели на пожарах происходит в то время, когда человек находится в бессознательном состоянии, в состоянии сна. Чтобы предупредить получение травм, может помочь вот это устройство. Оно называется автономный пожарный извещатель. В народе его называют датчик дыма. Устройство совершенно простое. Его можно закрепить на потолок или на стену. Когда извещатель обнаруживает пожар, он издает громкий звуковой сигнал, что позволит вам узнать о пожаре на ранней стадии и безопасно покинуть квартиру. Давайте проверим, можно, да, как он работает? Даже если мы на свежем воздухе подожжем лист бумаги, потушим его и поднесем к пожарному извещателю. То есть устройство начинает издавать такой громкий-громкий звук. Я думаю, в условиях квартиры его услышат даже соседи. В условиях квартиры его очень хорошо слышно. Даже если вы, да, находитесь в другой комнате или спите, то этот сигнал вы услышите 100%. А он отключается автоматически, когда дым пропадает или же есть какая-то волшебная кнопка? Он работает от батарейки. Если мы бы проводили этот эксперимент в условиях помещения, то для того, чтобы выключить этот извещатель, нужно было просто вытащить батарейку. Павел, где же можно приобрести это устройство? Это устройство можно приобрести, например, в интернете, на любом маркетплейсе. Цена этого устройства относительно невысока и гораздо меньше, чем может составить ущерб от пожара. Спасибо большое. Хорошего вам дня и, как говорится, сухих рукавов. А этим утром рядом с нами был Павел Пяткин, старший дознаватель отдела надзорной деятельности по городам Апатиты и Кировск. Берегите себя и не играйте с огнем. Добавлю, в рамках государственной региональной программы «Общественная безопасность» автономными дымовыми пожарными извещателями в Мурманской области уже в этом году планируется обеспечить 1250 семей. Каждая получит не менее двух таких приборов, чтобы ими можно было охватить всю квартиру. И еще один важный момент. С 1 августа расширен перечень категорий граждан, имеющих право бесплатно получить дымовые извещатели. Такое решение принял губернатор Андрей Чибис. Подписано им 31 июля соглашение расширяет перечень получателей таких систем защиты. Теперь в Мурманской области, помимо многодетных семей, в этот список входят также семьи, где воспитываются дети-инвалиды. До 2026 года автономными дымовыми пожарными извещателями в регионе планируют обеспечить не менее 3750 семей. В этом году их получат уже 1250 северян.